Прощай, предмерьте, мы едем на праздник! Большому спектаклю малая сцена не помеха. Критики называют эту пьесу Вампилова лучшей, а каждый режиссер считает за честь иметь именно эту постановку в своем арсенале. Утиная охота. Совсем неудивительно, что именно этим спектаклем по произведению известного земляка и завершается 8-й Всероссийский фестиваль современной драматургии. На сцене театр из северной столицы, Санкт-Петербурга. Поставить нестареющую историю инженера Зилова режиссер театра Александр Кладько решил два года назад. И не потому, что так надо, а из-за большой любви к классику Вампилову. Спектакль прогремел на Санкт-Петербург, на Москву частично. Нам специально зрители из Москвы приезжают на один день, чтобы посмотреть этот спектакль. И мы решили показать наше творение не только ближайшим соседям, но и по России повести. Поэтому это первый фестиваль для нас, премьерный. И потому, что все-таки это родина Александра Вампилова и фестиваль его имени. Тем временем на основной сцене еще одна вампиловская постановка, но уже на пермский лад. Поначалу трудно узнать в героях знаменитых Бусыгина и Сильву. Да и само название спектакля из привычного старшего сына превратилось в предместе. Режиссер-постановщик Михаил Скомарохов не скрывает. Когда-то его актерская карьера началась с роли Васеньки. Сейчас, в отличие от тех лет, уверяет режиссер, задумка другая – показать день сегодняшний. Я ставил спектакль не об Бусыгине, а все-таки о Сарафанове, об отце. Мне кажется, что нашим детям не хватает такого подхода в воспитании. Доброго на равных. Отец на равных с детьми. Сколько бы лет им ни было, это замечательно. И добавляет, такой своеобразный подход к вечному, к классике, уже оценили в рамках многих всероссийских фестивалей. А уж на родине Вампилова и, само собой, зритель всегда готов к экспериментам на сцене. Восьмой всероссийский фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова подошел к концу. В течение недели, с 15 сентября, на трех площадках областного центра 15 театров со всей России показывали свои спектакли. Следующий театральный праздник ждет столицу Приангаре только через два года. Яна Романова, Николай Крупченко. Новости сейчас.